Дорогие Туркменистанцы, наступает Новый год. Это один из самых теплых, волшебных праздников, где каждая семья, каждый человек надеется на самое хорошее и желает для себя и для своих родных, чтобы у него все было прекрасно. Я тоже вам желаю этого чуда, чтобы все были живы и здоровы. Но самое главное, я желаю нам всем, чтобы мы не забывали самого главного. А главное для нас – это борьба с этой проклятой диктатурой клана Бердемухамедовых, с этими захватчиками. Это борьба не только наша, это борьба всего народа. И я желаю, чтобы мы все вместе победили эту тиранию и чтобы этот Новый год был для нас, для всех удачным, победоносным. С Новым годом, дорогие Туркменистанцы! С новым счастьем! С Новым годом, дорогие Туркменистанцы! Раз и седроги Туркменистанцы! Теперь, в 2023 году, революция года возвращается к гитарам. В следующем году в 2023 году, в 2000 году, наследия, народ... Революция о немецкая, а также в результате несовершеннолетних. Еще один вопрос. В 30 лет, когда мы были в Союз, когда мы были в Союз, когда мы были в Союз, в первую очередь, русский народ. В 284 миллионов человек. Он был в Союзе. Он был в Союзе. Он был в Союзе. В Союзе, а этот русский народ, в полном случае, Туркмэн ящащит. Ярым миллиона. А 300 муазол вар, чоудыр иудыр авдаллар гвошт. Астрахан, Ставрополь Туркмэн. Диттэн Русиэттэ. Русиэт сезэн чханана. Сен Туркмэн нэп адынгам тутанагад. Ящащит. А сен нээншэн бэйдэппэйрдэн харамдаг. Олэр. Олэр гэти. Олэр гэти. Олэр гэти. Олэр гэти. Ящащит. Ящащит. Сен бэйдэнгэх. Бэйдэх. Улэр гэдэээ. Сон, Атавау бэлээргэх. Бэйдээй. Бэйдэээр гэдээээ. 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 И у меня как раз, мы говорим, что они легкие, которые называют. Они должны работать с его наружной страны, а мы не знаем. Мы их не знаем, что они не думают, что они не думают. Это цель, что они не думают, мы не думают, поэтому мы не думаем, что мы не думаем. Сынхайсовыр, ящаанмарабы. Беззап, айрым милетлер. Олар, ковыцок му сен? Чыкарыцок му? Олар, оу, кааршан, машалалар вар, ойнену. Ецези, езвек, каакази туркмен. Я каакази, езвек, ецези туркмен. Ящаат юарлара, тойуу, язуна. Катнашып юран милет, ой, тюркі милетин. Олар, нямшынсовыррана. Олар, нямшына, каакази туркмен. Еннеки ким болмоли? Булшулару чыкарыцак ми? Кеніне ми би ерменстанялак моноэтник шонгалалар деулет курицак болярм. Ха? Хачан горно он зар? Пау біра каактарла куркдорам мар, олором ра шаркладайдам дейярми. Буна мэн бе, хаас еди, бу нерен аламат би? Атавава яща фигурда. Бұнаймын эттің мөлі еттем. Ене бі, ене да бар меселі. Дей аңырда, о, Харамдағ дейлен шахар салла. 70 му адамлық. 70 му адамлық Харамдағда шуват 2 му адам яща. Еммі Ашхава аддаты, атлы, аврайлы, bilімлі, отлы, доторлық, херм езі харамдағы кестей. Шут али еш europe, шон бализаны. Икі му адама заряд мәлі. Ашхава ад өдің болса бар, жарым миллиону көпіңер, Ашхава аддің бализаларда доктор юң. Інни-іңзер отарыда 4. 5. курса шо интернатураған кешіпеѣ беріліңерің, а что такое, в том числе, иначе, морозорозов, , иначе ты сказал этого, и потому что зле оцаревали это цивилы. Другая моя сын. В этом году дорогие от Зеленого, здесь, в основном, первого этапа Афинской области по крайней мере, иновиды, которые будут еще разъединяться в качестве миру, Невтия, беликодия. Болосат шехерли, что мегапроекты, Олимпиад центры, афтабан, копоруп, миллиард лавалия. О миллион нилан зат, и не юно-кайкарга, не чеколянцы. Ха? Шехер етенатми. Милетин ими, 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 мы ими приходим дороги, ими, их incoming коллов. Последний еще год не получится это телефонтак, да смог вы disobed leaned大 от тебя, в125��� Priワ, ernen прицелом, пиратов, Продолжение следует... 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 и все миллеты нести мисе, ябарь гойдюк бур аган мисе? а? намысты лензат болмам мисе? паволынлар, месе деде дейян шоник ини паволынныннэ мэн бэ дия прокуратура, оннын бэян ки МВД булара онмар, буларом шоунынннэ биле оғылияллэм Более того, кто-то о себе, кто-то нарушает, что они будут, чтобы они будут. Я думаю, что если вы в этот раз, в этот раз, в этом году, вы уже не должны, если вы в этот раз за мировой, вы должны быть в этом направлении, или, если вы не задерживаете, что вы не задерживаете. Не выясняйте. «Держите меня, вы понимаете?». Вы думаете, что вы думаете? Я не могу вам говорить. Я убираюсь преподавать людей, что на наследие народы, по-прежнему, на дворе пешков и на наследие народы. Платонак Fil Izheя, Раият ла па кещлиг нын, нала че дейнн нын, цеда си, залимлерин хокмору анатар. Беитріп нала че дейнннг а салып, ла па кещлиг а салып, Увадимы дейтрип, гидитріп дейннг а салып, Цеза нын чешешен. Болон итмецек заді оксустрим, киydігнг ам, зорларліп, Аджаам саттар. Аджаам саттар. Аджа өлллөрлөр. Идеңни едер. Хачан аджан мұн кедеме? Шу янақларды эл чарпашып, Оу о, харамда агылый, са-са-сақ, дейп шo-сайтыр іпіл чарпашып, тыром дәрі. Аллахдан оірқын. Имансыздар. Ахиыр бір ұндармалы орсын онлар? Жуковат вермели ворсунду. Синий чарпаный, эл чарпаный, вилен, неча милетин утпали чёзюли. Неча милетин кырпьёрпьёрсу шонглэн. Он у чинь сези хокмаңыз урытті, бир едян иишінізі, түткян иолуңызі жуковат вермелсің. Айчакла адам шол. Калан милет, адамлар көзөніп бөріндер. Калан обез-эной раятлам chess. За Түткменстанның Yupқа. Түркік пейсстра ісініс, Түтк 123, Европ өқ πε alongside джонюзля. Türkменстанлі істанлар осынат, біне Түтпменнлі ісініс. Біне бабы! Біздің galакламыз түркмен ғдакламыз осынат. Түркмен өзбеклimiz осынат. Түркменстані нұн ѱнкі г지고абы аламар бәліне төздірусі. Русмиллети волшебна, Туркминстанг, Ирмэнси, Эзербайджан, Хэйтимилллети волшебн, в среднем вести аллах дэн улг дэлен багытты. Гуддэллэнг этой молоды, дышимыя волшебн, багытты волшебн, Гаащангърнэзи бол илий ящамыки нихив несбввв, той той лавык ящамыки нихиве. Белки Тудай, сези Атавава юридуныза Туркменистана, иншалла, шу залимлён марок, халкин башуны гелен залимлён, фокумироваллыги, терсіне човырлып, йоп болып, ахырып, бездин өз дөвлетімізді, азат, халал дүрміш недив әтсін хемінізе тезе 2024. илда. Тезеіліңіз күтлі болсун, дүшімлі, ұрскаллы болсун, бағытлы болсун, тезеіл деніщілі болсун иншалла. Прежде чем поздравить с наступающим 2024 годом, я хочу подвести некие итоги 2023 года. Что называется смех и грех. Представляешь, тот самый город Харамда, который он построил, он же ведь на 70 тысяч людей, живет всего 2 тысячи. Но все больницы, так они практически уже без врачей. Он их всех перетащил туда. Да, бедные врачи, которые более-менее пользуются просто. И профессионалы своего дела, их всех утащили. То есть в Ашхабазе толком вылечиться нельзя, потому что, как дают источники сведения, туда берут вот тех, кто заканчивает 5-6 курс интерны. И от которых толка не будет. Это сообщают как раз наши источники. Теперь вопрос, который надо все равно обсудить. Это, как сообщили источники. Оказывается, на 2024 год вас Харамда хочет обрадовать. Сейчас готовится проект о том, что соберутся все туркмены мира, будет конференция международная туркмены мира, и они изберут его султаном среди тюркских народов. Ему оденут особенный халат, ему оденут корону. Ну, фильм, помнишь, вот этот вот, это, Султан Сулейман? В общем, вот такой вот, наша макака, вот эта вот местная, так? Будут целовать полы его. Да, халата. Они будут подходить и целовать ему полы. Вот, ладно, если только полы его халата. С учетом того, что вот этого вот голожопого протокольщика подтянули, можно ожидать все что угодно, потому что он педофил. Ну, вот, мы вынуждены говорить об этом. Нет, они его сохранили. Они, да. Сюда нет. Да, и снова вернул. И кто вернул? Это тот, якобы он президент. Так? Вот этот вот человек теперь, значит, возвращает начальника протокола. Ну, что ж, мы тогда расскажем еще подробности, которые касаются его, если ему этого было недостаточно. То есть, вот эта вот болезненная мания величия, которая есть у этого клана, вот, вообще у отца, вот, он же ведь больной человек, харамдак. Ему мало было того, что он назвал себя Аркадак. Ну, да, мы ему сбили спесь. Он стал харамдак. Нет, больным его нельзя, иначе это все спишется на болезни. Все-таки эта медицина, с этим надо быть осторожным. Он просто маньяк, который должен нести наказание. Потому что, если он больной, то извините, его будут лечить, а он не больной. В любом случае, вот этот вот, ведь у него же ведь еще построен ресторан, вот этот вот огромный, вот, гора, вот эта дорога, вот, Капитнакская, первая, восьмикилометровая, к Багиру, который, там построен ресторан Аркадак. Он там каждый день отдыхает, кушает, питается. И тут вот, значит, город такой умный, тоже харамдак, так, и ему этого недостаточно. Он фактически борется с нами, получается. Мы говорим, что он никакой не покровитель, так, а он сам настоящий харам, вор, грабитель. Он грабит этот народ, а он пытается публично вывести это на такой уровне, которым мы не перебьем. То есть, он собирает всех туркмен мира, и вот он будет теперь, они придумают. Я помню такую же историю, помнишь, харам Баши тоже пытался, чтобы его и назвали пророком. Но, слава Богу, тогда был один человек, который из Ирана пришел, и он сказал, нет, пророком ни в коем случае нельзя. И он-то свалил на Какамурата Баллы. Да, это Какамурат Баллы, туда-сюда и так далее. В общем, вся эта ситуация, конечно, новогодний праздник, прекрасный праздник. И мы говорим и о том, что уже у нас есть, и о том, что вот нас ждет в ближайшем будущем. Но, к сожалению, все это происходит из-за, значит, инертности и неспособности народа хотя бы не молчать. Хотя бы не молчать, потому что... Из-за терпения людей, потому что наш народ, конечно, он терпелизм. И то, что, когда мы вышли из страны, и одним из самых таких каких-то движущих моментов нашей борьбы за рубежом, это было то, чтобы расшевелить наших людей и как-то дать им вот эту энергетическую какую-то подпитку, чтобы они не боялись. Люди бы не должны бояться, потому что... Семья задумала то, о чем не задумывают, например, на сегодняшний день, может быть, это тамбу-ямбу. У них там временные какие-то моменты, где можно забрать землю свою и, кстати, вас ждем. Совершенно верно. Вот примерно то же самое. Мы вот сейчас переходим к следующему этапу, вот то, что сейчас произошло. Вы помните историю, вот за последние годы, да, первыми ушли русскоязычные. Это было где-то 284, может быть. Но сейчас в России находится около полумиллиона туркмен. Оказывается, нормально они там живут, никто не мешает. Это не учитывая того, что почти что 300 лет там назад ушли наши племена еще во времена Екатерины. И там есть Ставропольские туркмены, Астраханские туркмены. Русские им не мешают. И тамбовские туркмены. Да, теперь тамбовские туркмены. Мало того, следующими изгнали казахов. Казахи – это те, это братский народ. Я просто говорю, это тюркский братский народ. Это не просто сосед. Это тюркский братский народ. И узбеки точно так же. Казахи уехали. Казахов тоже так же изгнали. Просто культурненько вытеснили. И это уже было и при Харамбаши, и при Харамдаге. Теперь Харамдаг дошел до другого этноса. Это узбекская нация. Как это можно было? У нас весь Лебаб. Ташавовская область. Смешанные, значит, браки есть с узбеками, туркмены с узбеками, еще с каракалпатами. А туркмены то, что живут в Узбекистане. Ну, ратинские туркмены. И других туркмен много. В Таджикистане тоже живут. И что же теперь получается, что наш маньяк не просто маньяк, он фашист. Он что, моноэтническую нацию хочет создать? Что ты хочешь сделать? Объясни людям, чего ты добиваешься. Ведь эти люди исторически всегда проживали вместе. Я просто, пользуясь случаем, скажу, как поступил один. Это был то ли казах, то ли он был киргиз. Отца ранили, вот когда он воевал на войне. Это было в Румынии. Он называл такие вот места, как Буккинешты или еще что-то. И вот атака захлебнулась, его ранили, стрелял снайпер. Вот на уровне сердца в левую руку его ранили. И он, значит, потихонечку остановился. И один то ли казах, то ли киргиз стоял рядом. Он побежал и сказал, курман, жараланымы. Он побежал и вдруг тюкнулся вот так вот. И все. Отец подполз к нему. Снайпер пробил его в висок. Он погиб. Отец всегда так тепло отзывался об этих людях. Вот таким людям, матерям, родивших таких батыров, нужно только поклониться. Как можно свой народ изгонять? А ты сам, как же ты сам хочешь жить? Объясни. Ты мало того, что загнал феодализм в Туркменистан, ты теперь, у тебя откровенные фашистские замашки. И ты себя хочешь объявить султаном. Поэтому я сейчас хочу обратиться к нашим старейшинам, бородатым старейшинам, которые стоят и вовсю хлопают. Это очень постыдно. Это большой стыд. Вы же позорите свои седины. Вы позорите свои бороды. Вы понимаете, что вы поддерживаете диктатуру. Вы поддерживаете человека, который оставил голодными отделенную часть населения, у которых нет работы. Они не могут... И они ходят по этим мусорным ящичкам. Это нормально? Вы во время СССР не видели такого. 20 копеек стоила буханка хлеба. Никогда не стоял такой вопрос. Что случилось теперь? Как можно... Ты говоришь, что ты зарабатываешь огромное. Это тут нефть, газ и так далее. Предшественник обещал там три ключа от машины, квартиры и так далее. А тут люди после вот этого вот, что было в Лебабе, они живут вот в этих вот зданиях, которые разрушатся от большого ветра. Поэтому вот старикам, я говорю, это очень стыдно. Вы, пожалуйста, не позорьте своей седины. Если вы не можете хотя бы что-то сказать, тогда хотя бы не ходите туда. Я так подозреваю, что этих стариков собирали из числа родственников, силовиков, министров и так далее. Мы сегодня вынуждены сказать это накануне Нового года, 2024 года. Теперь я обращаюсь ко всему остальному народу. Рабство начинается с молчания. И как сказал Платон, наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. К власти пришли злодеи, они сами не уйдут. Вы посмотрите, какие-то племянники обдирают ментор, там конвертируют деньги. И они так. Этот придурок строит вот эти вот, значит, мегапроекты, города и так далее. Занят выпиранием собственного статуса, значит, занят тем, что он хочет быть каким-то султаном. Не насмотрелся мультиков с детства. Но в конце концов мы же должны к этому относиться иначе. Поэтому я обращаюсь и к силовикам, и обращаюсь и ко всем остальным народам. Если сегодня выгнали русских, казахов, узбеков, то я хочу предупредить блудший. Не исключено ведь, что он и вас тоже, который в Байрамале, не исключено и что вас. Вы же молчите. Вот эти вот этнические меньшинства, почему нужно молчать? И там смешанные браки. Люди работают, платят налоги. Что нужно? Нет, у него свое видение создания государства. Поэтому бороться должны все. И те, кто находятся там, где-нибудь на Кище, в тюрьме, вы тоже должны говорить своим родственникам, что не надо молчать. Рабство рождается за счет молчания. И отдельное, значит, высказывание по отношению к Министерству национальной безопасности, МВД. В любом случае, и МНБ, и МВД, и прокуратура, запомните, вы главные, ответственные за существующую систему диктатуры в стране. Вы те же самые люди, которые являются выгодополучателями от этой безразмерной коррупции, от этого рабства, от того, что народ страдает, умирает, погибает при пытках. За это отвечаете вы, запомните. И народ спросит у вас, у всех у вас спросит. И у тех, которые стоят и хлопают там. И те, которые бородатые стоят, там говорят, кого-то, значит, прочитать молитву, он начинает хвалить его. Вы все будете отвечать, запомните. Народ встанет, и он будет требовать. И несмотря, скажем, на такое жесткое вступление, вот, при нашем поздравлении, можно было бы, конечно, только ограничиться поздравлением, но мы уже говорим о том, что мы должны и будем бороться. А всем остальным, порядочным, честным, так? Всем гражданам Туркменистана, всем национальностям, всех, кто раньше жил в Туркменистане, и сегодня находится где-то в других государствах, в других республиках живут. Мы вас всех поздравляем с Новым годом. Мы желаем вам счастья, благополучия, достатка, радости, веселья на Новый год. Пусть этот Новый год принесет счастье в каждый дом, в каждую семью. С Новым годом, дорогие туркменистанцы! С Новым годом, Туркменистан! Пусть этот год будет счастливым, пусть он принесет счастье, победы над диктатурой. Дай Бог. Иншаллах. С Новым годом, Туркменистан!